Мои любимые, я только пришла. Вот честно, если сказать, с мужем тоже подсапалась. Сейчас я вам скажу и сами рассудите. Я знаю, что я не права. Я знаю, что я не права. Но он тоже должен меня понять, что по-другому у меня никак не получалось. Я же работала на заводе. У нас на заводе много людей было. И возле меня одна девочка работала. Ее звали Елена. У нас с ней такие, ну, как вам сказать, я ее старше была на несколько лет. Может быть, на лет пять. Ой, я вся вот такая, потому что ужин тоже не сделала. Ничего не сделала. Все бросила, побежала. Ой, иногда я тоже думаю, на самом деле я дура, да? Но у меня по-другому, девочки, никак не получается. Вот сами рассудите. У меня вот со мной девчонка работала. Такая, такая молчаливая. Такая, не знаю, вот как будто несчастная такая. Знаете, у нее такой вид был, девочки. Капусту хочу потушить. Пока капусту потушут. Сейчас бегу. Почему? Потому что он на меня обиженный. Ему рано завтра вставать. Мне тоже рано вставать. Ужин не готов. Ничего не готово. И это самое. И я ушла вот так на побегушках. Я с ней работала, девочки. Я с ней работала. Мы с ней сблизились. И она мне рассказывает. Я все время думала, почему она такая грустная, девочки, кости кожа. Кости кожа. Это было уже до болезненного состояния. Она была больная. Сейчас руки помыла, все помыла. И бегом, и бегом. Все бегом, девочки. Все бегом. Ну, чтобы его тоже не извить, да. Сейчас он на меня тоже погавкался. Пошел купаться. Я думаю, пока пойдет купаться, быстро вот это сделаю. Ну, вот. Звонит ко мне Елена и плачет мне, девочки. Плачет мне в телефон. Ой, как горько плакала. Я в телефон говорю, подожди, Елена. Подожди, сейчас я тебе позвоню. Взяла машину, поехала к ней. Она здесь, ну, чуть-чуть далеко. Сейчас я вам расскажу, девочки. Я работала в одном заводе. Сколько лет? Наверное, лет пять. Работал. Это 30 километров от Мадрида. Там такой маленький поселок. Я вон там работала. Я вон там работала, и она со мной работала. Я, когда шла, я когда ехала, я ее когда по дороге встречала, я ее подбирала. Я на мультике ездила. Я же вам говорила, я раньше у меня дом был. Дом был не здесь, а чуть-чуть дальше. Там такой поселочек был. Я вон там дом себе купила, трехэтажный. Я же вам рассказывала. И вот этот, он такой, он принадлежит уже к Мадриду, но он отделенный. Отдельно. Там не знаю, сколько обитантов. Не знаю. Но он не маленький, как поселок, да? Вот. Там все друг друга знают. Все друг друга знают. Как деревня, да? Но это не деревня, это поселок, но как деревня. И мне там нравилось. Там люди такие хорошие, и все. Вот с этой девочкой я познакомилась. Я ее на работу возила. Она ко мне кушать приходила несколько раз. И когда я у нее один раз поселила, почему ты всегда вот такая грустная? Почему у тебя нет руки трясутся? Она мне не хотела рассказывать. Вы знаете, у нас здесь есть раньше, это не сейчас, это уже сколько времени прошло. Журнал такой есть, Бенка называется. Там всякая бижутерия продавалась. Всякие тапочки, мапочки ты могла заказывать. И если через нее заказываешь, ей какие-то проценты убирали. Она там, ну как-то вот так. И она мне постоянно говорила. Вот тебе это не надо, тебе то не надо. Закажи это, закажи то. Я через нее заказывала. И неплохая продукция у девочки была. Там какие-то тряпочки, какие-то салфеточки. Всякую такую ерунду. Дешевую. Да, я у нее заказывала. И один день она меня домой все пригласила. Девочки, я такой шикарный дом нигде не видела. Я не хочу сказать сверху. Сверху нормально, обычно как мой дом. Но внутрь, когда заходишь, там такая лепка красивая была. Девчонки, клянусь, от души была. Там мать у нее жила. Ее двое сестры жили. Близнецы маленькие они еще были. Маленькие. И вот девочки, оказывается, в чем дело? Почему она вот такая была? Она с отцом не ладила. Она с отцом как враги были. Как враги. Как враги. И она мне когда сказала, сейчас я хочу на эмоциях просто, потому что я только пришла. Хочу вам рассказать, да? Все равно она же не поет. Она же русский, тоже не знает девочки. И ей какая разница? Я же ее имя ничего не говорю. Где она живет? Ничего. Таких историй сто есть. Девочки. Ее отец, она единственная дочка была. Ее отец там с одной женщиной связался. С легкого поведения. Он с ней встречался, видать, по-скрытому. И ее один день мать застукала его. И его простила. Поговорила с ним, простила его. Он все равно встречался с этой женщиной. Встречался с этой женщиной. А она, мать, всю свою жизнь проработала. Всю свою жизнь проработала. Она на хорошем месте, мать, работала. У нее хорошие деньги были, сбережения были у ее матери. Неплохие. Этот мужик что делает? Этот мужик берет эти все сбережения, девочки. Снимает. И из дома уходит. Не могу, люблю другую. И все. Пошла ты нахер. Своей жене сказал. И ушел. И бросил вот ее. И мать. И там же поселок. Они же все друг друга знают. Она еще в школе училась, эта девочка. И вот эти одноклассники все говорили. Ой, мы твоего отца видели с этой женщиной. Короче, не буду говорить. Легкого поведения скажу, хватает. Там видели, здесь зажималась. Здесь зажимались они. Она говорит, надо мной все. Весь поселок смеялся. Весь поселок смеялся. А может быть, ей так казалось. Кто над этим смеется? Ну, может быть, она так думала. Это, говорит, еще, говорит, что, говорит, Наталья, говорит. Он мимо, говорит, проходил, говорит. Я сколько раз его видела, говорит. Он мимо, говорит, проходил. Меня, говорит, на машине, говорит, проезжает, говорит, снег. Даже не останавливался, говорит, проезжал. А это, говорит, еще ерунда. Он же там все деньги забрал. Это, говорит, женщине, говорит. Он, говорит, квартиру, говорит, купил. Квартиру, говорит, купил. Рядом, говорит, с нашим домом, недалеко, говорит. Она мне показывала, где. Видать, душа болела, да, у девчонки. все-таки же отец мать любыми путями хотела вернуть этого отца мужа своего, любыми путями хотела вернуть ему звонила 5-10, приводила его домой и видать у них что-то было между женой, и она залетела жена жена залетела еще что, девчонки, на двойняшек залетает надо первое место он говорит, давай я тебе помогу наверное поживет, что со мной так грубо поговорю на двойняшек залетает она дочка говорит, мама, не прощай ему он ей квартиру купил он нас оставил мы этих девочек сами воспитаем, не надо не возвращайся ему девочка, а у нас кризис получился сильнейший этот мужчина без работы остается эта женщина легкого поведения что делает? кто мне без денег нужен пошел вон а он что делает? куда возвращается? домой к жене возвращается она еще беременная была и дочка начала с ним ругаться он начал говорить ты свой рот закрой ты еще маленькая, куда ты лезешь? и она говорила, мама оставь его он нехороший он с нами так поступил один раз он еще раз так поступил она не слушала его она не начала слушать свою дочку девочка, я просто рассказывать о доме не буду у нее все в доме было и отдельная комната и в комнате ванная была девчонки своя раздевальная была вот эта девочка ушла из дома снимала квартиру она же работала могла себя обеспечивать она говорит, мой отец меня выжил из дома я же уже мешаю говорить я же правду ему говорю и она вот это все мне рассказывала она своих эта жена рожает этих двойняшек ну думает уже все, наверное он побесился, побесился понял, что та та кто? что? понял раз домой вернулся значит уже все закончилось между ними вот, девочки что вам я хочу сказать у меня аж вот так все я сейчас к ней еду как дела? что ты так разорала? что так? девчонки глаза вот такие плачут, обнимают спасибо я не ожидала, что ты придешь ты пошла кофе хочешь, чай хочешь руки вот так трясутся я думала, что ты с ней что случилось? что это такая? я же говорила, что он козел я же маме говорила, что он козел она меня не послушала она говорит, к этому козлу вернулась я ей говорю ну ее тоже можно понять она же была все-таки я говорю, еще двое детей вас трое она же работает я тоже работала мы сами могли мы сами могли на ноги Зачем он нам нужен? Раз он один раз предал, я ей сказала. Я ей сказала. Оказывается, отец обратно ушел девочке. Бросил их, а обратно все деньги забрал. То, что было накопилось. Поняли? Это, наверное, это стерва, наверное, сказала. Наверное, стерва сказала. Я по тебе соскучилась. Давай идем. И обратно девочке он бросил, ушел. Теперь мать звонит. Доченька, он ушел. Он сказал, что он меня не любил никогда. Да, мать восплакалась. И она говорит, пускай теперь вздрогнет. Она начала мне говорить. Я ей сказала, меня из дома выжил. Все, против матери меня поставил. Против всего. Сейчас я хорошая стала. Сейчас дочка на эмоциях в девочке. И я теперь ее послушала девочке. Не могла я ее оставить в таком состоянии. Не плачь, не плачь. Я говорю, идем ко мне. Хочешь? Она такая, никуда не хочу. Оставь меня. Наталья мне говорит, так плохо. Говорит, как он вот так поступил. Теперь, говорит, что говорит. Я, говорит, его обратно буду видеть, да? Говорит, как снега, говорит, он ездит. Говорит, я его убью. Я говорю, успокойся. Успокойся. Она уже взрослая девочка. А мои сестры, ты не знаешь, как мои сестры плакали. Девочки, они его за ноги хватали. Папа, не уходи, мой дорогой. Папа, не уходи. Он сказал, отойдите отсюда. Ушел. Ушел к ней, девочки, ушел. Все-таки, девчонки, я же говорю, козел и в Африке козел. Козел и в Африке козел. Раз один раз предал, значит, еще раз предас. Вот так. Я теперь домой прохожу, и мой муж мне говорит. А где она раньше была? Чего ж она сейчас, как плохо сразу к тебе позвонила? А чего она никогда не звонила? Ну, он тоже, конечно, прав. Я не говорю, что нет. Я говорю, ну ты не понимаешь, что я не могу, говорю. Ты знаешь, как она? А если она с собой что-нибудь сделала бы? А если бы она, говорю, он такой, не сделала бы, начинает мой муж. У тебя своя семья. Ты о себе думай, как мне надоели эти... Короче, начал, девочки. Я его тоже, конечно, понимаю. Он такой, завтра нам на работу. Кто об этом подумает? Он завтра со мной пойдет на работу. Мне так должен окна помочь туда-сюда. Девочки, как я летела, как я бежала. Думала, успели сейчас сколько время. У нас уже 11 часов. Он у меня чуть-чуть пораньше ложится. Он не такой, как я. Я выдерживаю, я могу не поспать на работу пойти. А он нет. У него организм не выдерживает. Поле фуэго, порфакали. Паркисокали. У него организм не выдерживает. Ему надо поспать. Я сейчас прибежала. Быстро-быстро. У меня руки пряслись. Жалко мне ее стало. Все, такие девчонки. Вот видите. Теперь пусть скажет, что хочет она делает. Мама моя, говорю. Я ей сколько раз предупредила. Нет, я знала, что он такой. Он нас бросил. Сейчас. Я говорю, и что твоя мама будет делать? Суд тоже подать не может. Там на общее имя было деньги поставлены. Он может сказать, что это мои деньги тоже так же, как и ее. Он говорит, все забрал. Первый раз забрал. Говорит, квартиру я купил. Сейчас тоже все забрал. Все забрал. Ты понимаешь, Наталья, какой зараза. Он не подумал о своих детей. Он только о ней подумал. Я говорю, и вот он машину подожгнул. Что он такое не сказал, девочки? Я говорю, и вот ему машину подожгнул. Я ему так сделаю. Я ему это сделаю. Я говорю, успокойся. Это уже криминальное дело. Говорю, не надо, говорю. Они сами разберутся. Они сами разберутся. Не лезь, говорит ты. Не лезь. Она говорит, тебе, конечно, легко сказать. Я говорю, нелегко. Я тебя прекрасно понимаю. Нелегко. Хочу быстро капусту. Попиши, девочки. С морковкой. Я брала ее. Морковкой хочу. Капусту потушить. Короче, вот так что вы мне скажете. Что вы мне скажете. Оказывается, в Испании тоже испанские страсти бывают. Поняли, да? Я же говорю. Мне вообще везет. Ну, о чем мне делать? Как я могла не пойти, девочка? Вы скажите честно. Ну да, она ко мне долго не звонила. Давно не звонила. Но у каждого есть дела. Такой тяжелый момент. Все равно я ему говорю. Ты не понимаешь, говорю, мой золотой, говорю? Друзья, говорю, не только поля-ля-лякать, говорю. Но когда тяжелый момент тоже. Какая она у тебя, говорит, друг, говорит? Где, говорит, она была, говорит? Ну, а там, может быть, годика-два ко мне не звонила. Сим, ну так, как вам, девчонки, моя история, а? Я же говорю, мне везет. Мне даже выдумывать не надо. Я же говорю, у меня жизнь, не жить, а кино. У меня не жить, а кино, девочки. У меня не жить, а кино. Она отдельно живет от своей матери. А, что я хотела вам сказать, когда она мне сказала, я говорю, хочу быть, бездону вытучить. Девочки, я была в шоке, я и сказала. Я и сказала. Хо, девочки так быстро-быстро-быстро рассказал, потому что она эмоция была. А если вот так вот так рассказать, да? Я когда к ней домой пришла, я когда увидела ее в дом матери, я была в шоке. Я сказала, какой красивый дом. А она мне, знаете, что сказала? Я говорю, у меня никогда не было своей комнаты. Я мечтала, говорю, иметь свою комнату у нас там, да? Я ей вот так рассказываю. Она говорит, что, в комнате счастья есть, что ли? Вот тогда я еще не знала толком, что у нее, какая у нее проблема, что у нее. Порезала вроде капусту хорошо. Значит, мы кладем капусту. Пошел. Ну-ка у меня нет, так что только морковка. Капусту. Я тогда, когда она сказала, я хочу квартиру снять. Я в дом себе построю. Я говорю, хочу квартиру снять. Я тогда подумала, что это здесь не то, но я другое подумала. Я никогда не думала, я думала, что она с матерью общий язык не находит. Понимаете, вот больно, переходный в Володу, или еще что-то. А как это, там отец вот такой. Там она обсу говорила. Он обсечет, что-то говорил, и она его говорила. Он ей говорил, рот закрой, и она говорила, ты сам свой рот закрой. Почему я должна свой рот закрывать? Где ты был? Где ты был? Ты нас бросил, сейчас туда пришел выпендриваться. Понимаете? Она его простить не могла. Но я не тоже понимаю, с одной стороны. Но мать так глупо поступила, почему она его простила. Но мы женщины иногда, может быть, любила девочки. Может, любила, не знаю. Может, любила. Сейчас он по 50 лет обратно пошел к ней вернуться. А сейчас если она его обратно вышла, не знали девочки. Пускай они разбираются сами, но я... Я единственное, что хочу ее обнять, девочки. Вы понимаете, меня обнять и сказать, я здесь рядом, если что, позвони. Если что, а мой муж тебе это надо, тебе все надо. Тебе все нужно. Тебе все нужно. Когда тебе плохо, она к тебе звонила. Понимаете? Вот так. Сейчас я капусту потушу. И будет... И успокоится он. Устроя макушать. Когда мужчина голодный, тоже злой бывает. Девочки, у вас не так, не знаю. У меня вот так. У меня муж, когда голодный, он был, давай. Да я тоже бываю злая, когда я голодная. Ну, сейчас так как я виновата, молчу. Моя дочка тоже за меня обиделась. Почему ты ушла? Почему ты пошла? Сейчас карантин, сейчас никуда не заходить. Я даже маску с тобой не взяла, девочки, я так полежала. Ну, мне по-другому не получается. Я хотела ее высушить, не могла, девочки, не могла. Думала, бедная дичонка. Я чуть-чуть на водичке, я чуть-чуть масло сделала. Вот чуть-чуть на водичке потушу. Так, чуть-чуть водички убил. Ну, вот так, девочки. Скажите мне, поругайте вы меня тоже. Отругайте вы меня тоже хорошенько. Я буду не против. Отругайте, скажите. Ну, девочка мне жалко стала. Ладно, девчонки, давайте я вас оставлю. Быстренько ужин сделаю. Успокойся, я вам пару поцелуйчиков ему, да? Поподвизываюсь. А что делать? Виновата! Виноватая я, виновата ли я, виновата ли я. Короче, вот так, девчонки, не знаю. Ну, знаете, на легко-то хорошо стало, на душе-то хорошо стало, что я вот пошла, вот, знаете, вот, не знаю, чувствую себя гименемой. В каком-то я вот пошла, кого-то послушала, поддержала. Потому что мне вот такие моменты, мне хочется вот с кем-то, вот, знаете, ну, не знаю, короче. Короче, поняли, не поняли, не знаю, поняли, не поняли, не знаю, короче. Но я сделала то, что мое сердце мне, мне вот говорила, вот так и сделала. Люблю вас, целую вас.